Спасибо вам большое, спасибо. Расскажите, пожалуйста, какое-то самое оригинальное признание в любви? Нет, не помню, не было такого. Может быть, самое приятное? А вы знаете, это всегда приятно, слышать такие слова, когда кто-то тебя любит. Кто бы это ни сказал, мама, сестра, любимый человек, это очень дорогого стоит услышать такие слова. Я вот такой реалист, наверное, по жизни, поэтому для меня не слова важны, а действия и поступки, поэтому любовь для меня это такое чувство, которое не только просто произносится человеком, но и на деле показывается, когда, допустим, какие-то случаются ситуации, когда тебе плохо, когда все от тебя отворачиваются, любимый человек всегда будет рядом. Готовы ли вы совершить какой-нибудь поступок ради любви, не знаю, может быть, экстремальный? Я готов, конечно, безусловно, если на это есть необходимость, для того, чтобы доказывать свою любовь. Мне кажется, необходимости в этом нет, достаточно просто быть внимательным, заботливым и искренне любить человека, с которым ты хочешь провести остаток дней. А я вам более того скажу, что только ради любви я и способна на какие-то поступки. Уже было у вас? Я, в принципе, только действую ради любви в этой жизни. Хожу ради любви, ну, ем тоже ради нее, кстати. Есть какая-нибудь любимая песня о любви, которую, когда вы включаете, у вас сразу романтическое настроение? Вот когда меня просят вспомнить песню, у меня сразу все песни вылетают из головы. Я пока подумаю, а Василий ответит. Ну, допустим, Mario Winnom с Baby Let Me Love You. Сейчас нет, я сорвал голос, простите. Пой, если ты знаешь, пой какую-нибудь любую песню. Пой серого. Ну, тут просто я не могу перебить артист. Я люблю тебя, это субь. Нет, мне нравится. Где встретить? Пройдет, пройдет пора ненастная, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, наступит утро ясное, солнце взойдет. Класс. А расскажите, где встретить свою любовь? Мне кажется, любовь сама найдет тебя, если даже ты ее не ищешь. Это так обычно происходит внезапно. И мне кажется, бессмысленно планировать что-то, где-то прогнозировать, где можно встретить любовь. Бывает, ты встречаешь просто в метро человека, бывает, ты где-то на каком-то мероприятии пересекаешься взглядом и цепляешься с человеком, и потом уже знакомишься и понимаешь, что, возможно, ты знал этого человека всю свою жизнь. А бывает так, что люди ищут, ищут специально, пытаются что-то найти, а не получается. А я считаю, что самое главное — встретить любовь внутри себя. В квартале красных фонарей, например, как вариант. Но не там, где вы подумали, а просто, может, такая же туристка будет гулять по этому району. Спасибо большое вам, любви. Спасибо. Спасибо.